Добрый вечер. Добрый вечер. Вот с чего я начну. Обратил внимание в блоге на запись, в вашем блоге, в вашу запись, которая гласит, что главной добродетелью человеческой является терпение. Была задача. Можете как-то развить этот тезис? Что имелось в виду? В данном конкретном случае, наверное, это такой накопленный опыт государственной службы. Мы все время в бизнесе, когда критикуем государство, мы все время забываем, что там тоже идет какая-то жизнь, упырей там нет. Но есть процедуры. В государстве, к сожалению, отсутствует очень простой кипя денежный. Его очень сложно вывести, потому что нужно построить мост. Но не очень же понятно, какие деньги он принесет, какие доходы он принесет. И поэтому, когда в бизнесе это можно оценить, то в государстве сразу начинается вопрос. И тогда мы проводим совещание. Если у вас есть цель, вы к ней идете, наверное, раз в 10 дольше. И вот я со всеми, кто в бизнесе раньше работал, разговаривал, они говорят, что это очень тяжелый этап привыкания. Терпение. Наследуют те, кто терпит. Если ты хочешь добиться цели, то ничего кроме... То есть ты можешь тратить энергию, ты можешь бегать, торопиться куда-то. Но самое главное это подождать. Это звучит не очень хорошо с точки зрения экономики, но это правда. В этой же вашей записи там стерео с восточной мудростью или притча о том, что надо дождаться, когда воды пронесут мимо тебя... Ну это философская... Труд врага. Ну это образно же. Мы же когда... У нас... Такое частное мое наблюдение, у нас нет некоторой культуры споров. То есть мы либо ненавидим, но ненавидим на всех слоях. На рабочем слое, на бизнес-слое, на человеческом слое. И... Ну меня все время призывают, но у нас же есть свои какие-то трения в интернете есть, в хай-теке есть. Меня все время призывают поднимать шашку, бегать, стучать. Я все время говорю, не надо. Подождем. Потому что если человек идет неправильным путем, то есть он рано или поздно мимо нас как-то сам сковорнется. Вот это тоже умение ждать. Вы знаете, беседую относительно недавно с человеком, у которого полуофициальный статус, любимого журналиста Путина, с Андреем Колесником. Я видел в вашем блоге. Да. Вот озадачился я следующей мыслью. Ведь действительно, Путин, в его окружении совершенно нет запутинцев. Ну то есть людей, которых принято в благосфере называть ватниками. То есть таких очень пассионарных, одержимых идеям преданности. Их еще называют патриотами, хотя это гораздо более шире. Что в окружении Путина люди вашего склада, то есть прагматики, с бизнес-мышлением, с опытом. Это осознанная кадровая политика, как вам кажется, президент, или это стихийно складывается? Так что элита у нас околопрезидентская. Я чуть больше знаком. Я бы даже сказал, что, наверное, вы видите однотипную историю. Это те, которые с вами общаются. Я вижу внутри, что у Владимира Владимировича огромный пласт всех. Вот всех краев. Есть, да? Всех краев причем. Не только этих, но и тех. То есть вот прям, ну как я не знаю, эти и те у нас у всех разные. Но меня иногда удивляет конфигурация. Я бы так не смог. Вот знаете, как, наверное, бизнес и государство чем отличается? Вот как про политиков говорят. Но это государство. Вы не можете отказаться от коммуникации с человеком, который, например, работает замминистра. И при этом обладает какими-то очень странными верованиями. Очень странными. Вы же должны все-таки достичь результата. Более того, это в какой-то мере отражает нашу структуру общества, которая не является однородным. И оно очень разное. У нас есть разные представители разных наций, разных вер. У меня вообще сложилось впечатление, что это надо. Я даже не знаю, как. Я бы не смог. Вот просто, честно говорю. Но прям вся палитра, которая есть, любого, кого вы не назовите, я уверен, что вы найдете в окружении. То есть просто другой вопрос, что вы видите ту часть, которую либо хотите, либо вам показывают. Вы считаете, что Путин принимает свои решения, прислушиваясь к вам, допустим, если это касается вашей отрасли, вообще к советникам своим? Или он принимает к сведению и потом решает что-то сам, руководствуясь нытьем? То есть вот он интуитивист или он аналитик, по вашему представителю? Мне кажется, аналитик. А вы? Мне кажется, я даже себя не могу отнести. Я же сейчас в данный момент в плане функции такого, знаете, ну, наверное, я, наверное, больше... Но я опираюсь на мнение людей. Это правда, да. И Владимир Владимирович опирается, я уверен, он опирается. И самое главное, при тех секторах, направлениях, которые есть, ну, например, на что опираться Владимир Владимирович в отношении хай-тека? Да, ну, можно, как Сталин опирался на письмо Флёрова, да, то есть известная история, достаточно, да, то есть я когда с Владимиром Владимировичем разговаривал, тоже, ну, собственно говоря, что еще мог сказать? Он меня спросил, какой самый популярный вопрос. Самый популярный вопрос был, у меня вообще самый популярный вопрос на встречах, пользователь Владимирович интернетом, да. Это та же самая история, у нас же огромный пласт направления экономики, да. Вот представить себе, то есть так серьезно посмотреть, вот каждый день у вас с одной стороны ЦБ с банками, которые сыпятся, с другой стороны хай-тек бегает, потом биофарма, потом еще что-то, потом еще что-то. Во всем разбираться нельзя, разбираться можно только в людях. Вот мне почему-то кажется, что хороший руководитель это всегда душевед. Ну вот если уж так вот мы отвечаем на вопрос, и ваша самая главная задача, если вы некомпетентны в этой отрасли, ну, особенно говоря, дальше есть индикаторы, да, то есть это строчки Форбса. Вот если мы смотрим там Форбса, там идет хай-тек, 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 хат-тек, мы видим стоимости компании, да. Соответственно, наша основная задача туда пойти, да, что сейчас Владимир Владимирович за последнее время очень активно делает. Вот мне кажется, что, допустим, вот мы упоминали вашего работодателя Владимира Владимировича Путина. Как есть, знаете. Вы ведь офицеры, ну или скажем, в прошлом офицеры, или офицеры бывшего. Вот как с офицерской точки зрения вы расцениваете поступок Сноудена? Потому что понятно, как мы расцениваем это с точки зрения своих взаимоотношений России с нашим партнером, как принято, в Соединенных Штатах Америки. Это все понятно. А вот с офицерской точки зрения вы считаете все-таки это предательство? Ну, вы знаете, это же известная история, есть разведчики, есть шпионы, да? Да, 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 да. Поэтому вообще мы живем в режиме дуализма. Тут даже офицерская история, она тоже специфична, давайте уже будем честными, да. Убивать нельзя, но на войне можно, да. Поэтому здесь всегда история, все, что выгодно для моего государства, это хорошо. Вот вы про детей сказали, вы единомышленник со своими, вернее, они, ваши единомышленники во всем, или бывает, что... Старшие дети уже как-то как раз вопросом мыслительный процесс, действительно, да. Я, конечно, учитывая, так как у меня старшие дети как раз учатся в институте, где достаточно кислотная среда, разный уровень кислотности присутствует. Не в понимании, там, ну вот, и сыну, конечно, старшему тяжело, но я искренне надеюсь, я с детьми разговариваю как с детства, как со взрослыми, да, то есть, ну, а что здесь иногда? Да, да. Это тяжело, надо дать должное. Вообще разговаривать с детьми тяжело вообще, если серьезно, причем, учитывая, что они сейчас у нас разные поколения, да, причем разной технологической подкованности, разной информационной подкованности. Вот у меня там младшая дочка, у нее там телеграмм, ватсап, да, уже все, она уже там, да, то есть с нее уже можно так пободаться. Ну, на текущий момент у меня вот таких политических разногласий с детьми нет. Мы вроде как-то совпадаем. А где учится? Вы сказали, что про старший учится. Старший в школу экономики закончил. Закончил? Закончил, да. Значит, работает. Там сейчас диссертацию собираются, нет, у него компания численности больше, чем у меня была, то есть он, они победнее, и студентов, да, то есть, вот мне очень нравится, я со стороны за этим с удовольствием наблюдаю. А, к примеру, там человек 50, да, то есть у меня гораздо меньше, да, то есть вот, но они, то есть, если бы они были такие же квалифицированы, как мои, он бы уже давно бы всех, ну, потихонечку растет, очень любопытно. Дочка историк. А как часто вы вообще всей семьей собираетесь, то есть по каким-то поводам, типа Новый год, день рождения? Ну, у меня такая, знаете, история семейная, знаете, тяжелая, сложная, конечно, не простая, да, старшие дети, это, ну, знаете, очень благодарен старшим детям, они регулярно у меня в доме бывают. Я без денег, без денег, без ничего, это вот сразу говорю, да, то есть вот удивительная история, то есть сын сам зарабатывает, у дочки хорошие юноши, прекрасные, да, то есть вот. Часто приезжают, заходишь, смотришь, вот старшие дети, младшие, играют что-то, у меня прям сразу сердце, я же военный человек, поэтому его как бы нет, но вот так смотрю, думаю, ностальгия какая-то, не ностальгия, а прям так трогательно. Ну, я в основном на работе, поэтому редко вижу, но старшие общаются очень, я стараюсь, я, по крайней мере, на это время я трачу. Я к чему подвожу, когда у вас какие-то семейные, не знаю, застолья, торжества, тут вообще не всплывает тема работы вашей? Или нет? Или вы говорите о, ну, я отвечаю на все вопросы, дети спрашивают. То есть спрашивают они? Меня даже младший спрашивает про Владимира Владимировича, тем более известна же история моего назначения, по поводу, что я посоветуюсь с младшим сыном, да, то есть он разменял мою должность на мечт-джедая, да, то есть вот, соответственно, он иногда спрашивает, особенно когда я деваю костюм и галстук, потому что если без галстука, то еще ничего, если я деваю галстук, то сразу говорят, ты к Владимиру Владимировичу идешь? Я говорю, ну, там, от своих-то уж чего там, ну, например, да. Они говорят, ну, вот как он, да, то есть или что-то еще подобное спрашивают, но в целом, ну, нормальная семья, господи, что здесь? Как вы относитесь к тому, что западное сообщество, не скажу за все западное сообщество, но вот про Америку, я просто по своим друзьям американским знаю, что они убеждены совершенно, что наши хакеры самые хакеры в мире, и что мы реально повлияли на результаты президентских выборов в Соединенных Штатах Америки? Ваша оценка экспертная. Ну, знаете, я разделю на две части. Я уверен, что профессионализм наших программистов действительно, ну, достаточно. Мы действительно лучше всех во многих аспектах. Действительно лучше? Это, знаете, как криптовалюта, да, криптовалюта, как, такое не бывает, понимаете, вот есть оксюморон, да, то есть вот здесь то же самое. Что значит повлиять на выборы? Это изменить голоса, да, ну, вот, например, мне нравится автомобиль марки Жигули. Меня, меня можно, ну, например, я же сказал, например, я говорил, вот, вы знаете, вы можете мне давать много что почитать, но это очень много времени надо потратить, чтобы меня перепрограммировать, чтобы мне понравился, например, там, Запорожец, да, то есть, например, Мерседес и BMW, да, или я пользуюсь, там, у меня Mac-компьютер, да, то есть и Apple-компания. Перетащить меня на Windows просто невозможно, да, то есть вопрос перепрограммирования и влияния, да, всегда нужно четко понять, а что такое, куда повлиять? Мы вскрыли механизмы Гугла, тут я отвечаю нет, да, то есть, ну, как-то же влиять, вопрос, вот, понимаете, влиять и быть лучшим, это, ну, вот, очень не рядом, да, и поэтому, мне кажется, что, вот, я чуть-чуть отойду в сторону, вот, когда врачи спорят, что, там, программисты хотят, они друг с другом спорят, не с нами, вот, вы знаете, и там та же история, когда спорят близкие, да, обязательно должен кто-то найтись удобный такой, знаете, кому стучать по голове, но не друг друга же обвинять в том, что проиграли, да, на текущий момент, если бы интернет мог влиять на выборы, у нас были бы не просто бюджеты ящика, да, у нас были бы бюджеты двух ящиков, трех ящиков, пяти ящиков, ну, я просто, вот, знаете, это всегда история, то есть, мы умеем, правда, мы виноваты, мы умеем продавать кроссовки, мы умеем продавать мерседесы, мы умеем про все, что угодно, но вот выборы мы пока не можем продавать, когда научимся, тогда вы это почувствуете, вот, если здесь будет интервью не телеканалу, там, да, а будет интервью YouTube-каналу, например, И тогда, да, тренды идут, но я вас уверяю, пока до этого очень далеко. Очень много легенд, это очень красивая легенда. Но вот еще раз разделю, просто когда смешаешь, красиво получается. То есть, ну вот еще раз, профессионализм наших программистов, он не подлежит сомнению, это правда, да? А влияние, это уже очень такой, знаете, вопрос, мне кажется, такой пиарный. Я не могу придумать, вы знаете, мало людей, я к себе тоже отношу к каким-то понимающим в этой истории. Вот если вы ко мне пришли с заказом, скажите, давай на выборы повлияем. Например, освоить бюджет, ну вот если я сейчас не чиновник, а вернулся в бизнес-историю, например. Я бы сказал, освоить бюджет и смогу, а вот результат никак. Все-таки термин легенда, мне кажется, не совсем здесь подходит, потому что, конечно, это составная информационная война. Нет, еще раз, согласен, время нарезки мозгов резко упростилось. Еще раз, ну это просто инструмент. Вот как только вы понимаете, что с помощью инструментов, ну нужно зайти же на чужую территорию. Знаете, вот опять, как мы можем повлиять, когда на нашей территории 40% места занимает, ну, представьте себе, как с телевидением, полная аналогия. Представьте себе, что у нас на первой кнопке ВРТ, на второй Россия, на четвертой СНР, да? А вот наоборот, мало того, что на сотой кнопке, так еще и объем, ну, 0,2%. Как вы можете этим повлиять? Это невозможно. На доле наших интересов в Америке, где мы могли бы зайти, где мы могли бы что-то сказать, критической массы даже недостаточно. То есть, как раз наоборот, влияние, знаете, бывает, вообще гораздо чаще, очень много же аналогий существует, когда кого-то обвиняют в чем-то, да? На самом деле, это чтобы спрятать какие-то свои грешки, да? Ну, да. Ну, потому что, согласитесь, что огромная сила влияния того же Фейсбука, например, в российско-украинском конфликте. Мы сейчас не говорим правильно, я считаю, что точки зрения модерации очень жестко поступили, но они же вмешались. Ну, вмешался же Фейсбук в конфликт между, ну, был информационный конфликт, они просто его разрубили пополам. У них есть инструменты для этого. У нас инструментов для этого нет. Яндекс, американских пользователей, пользующихся Яндексом, там, 0,1%. Как он может подмешивать выдачу и менять, там, например, Трамп хороший? Я себе это с трудом представляю, честно говоря. Вы допускаете, что нынешняя информационная война, как мне представляется, достаточно жесткая и интенсивная, может перейти в войну горячую? То есть, вот, ну, в Третью мировую в полном объеме. Ну, вообще, я люблю фантастику, да? И вся фантастика глобальная всегда заканчивается. Либо прилетели пришельцы, либо Станислав Лем перед смертью спрогнозировал, что все равно будет ядерный взрыв, да? Есть ряд политических прогнозов. Я думаю, что с технической точки зрения, вот именно с организационной, это, вряд ли, невозможная история. Никто не нажмет на кнопку. Но гораздо вероятнее технические ошибки. Вот это проблема с ростом прогресса, конечно же, да? Вот мы сейчас одной кнопкой, гипотетически, можем стереть всю банковскую систему России. Ну, правда, наш центральный банк много для этого и так делает, да? То есть, вот и без кнопки, да? Но, я имею в виду, если мы сейчас базу данных сотрем, и вдруг выяснится, что мы вот, мы и так уже зависимы технологически очень сильно, да? И я не уверен, что армия армии, локальные конфликты локальными конфликтами, но я не думаю, что именно в сознательном плане, то есть, ЧП разное, возможно, это тоже зависит от системы предохранения, да? То есть, насколько вы, может быть, там нам поможет блокчейн, который обеспечит безопасность, не знаю точно, да? То есть, вот, но мне кажется, что при наличии именно здравого смысла никто даже не думает об этом. Ну, вот, мы убираем, правда, варианты Северной Кореи, да? То есть, потому что там не очень понятно, кто о чем думает. Я не представляю себе, о чем там думает Северная Корея. Они, как понимаете, прошли путь еще плюс 30 лет к нашему пути. Вот мы его прекратили, там, в 85-м, да? Они еще сколько лет идут туда. Поэтому очень сложно представить их вот мысли. Вот, но в целом я не думаю, что хоть кто-то в здравом уме готов перевести информационную войну в войну. Ну, а если мы будем говорить про войну как про бизнес, это же деньги, то есть, кто-то же может заработать. А сейчас другие истории, сейчас совершенно не нужно никого разрушать. Завоевывают мозги. Знаете, давайте так по-другому скажем. Давайте по-другому скажем. Она идет уже. На самом деле, возможно, она более... Ну, в каждой войне всегда существуют традиции свои, да? То есть, ну, когда-то, вот, в 19-м веке надо было завоевывать территорию. Сейчас не надо завоевывать территорию. Вообще, уже сейчас, можно сказать, вот Китай спас все, он построил границу, да? Америка, мы говорим виртуальную войну. Она, вот знаете, как война за Антарктиду была. Кто, как, ее никто не осваивает, да? Или Луну поделили, да? Вот сейчас в виртуальном пространстве доминирует полностью Америка. Они в целом выиграли, они заняли всю территорию. Они работают на нашей территории, на территории любой страны без разрешения, без каких-то согласований, да? Америка оказывает услуги, едят, а не дают чужих коров. Свою, кстати, не разрешают дать. Я сейчас, ну, это, знаете, как вот с точки зрения права, да? И многие страны, кто-то жестче, кто-то менее жестко пытаются, как бы, знаете, все-таки свой загончик очертить. Сказать, что коллеги, это моя территория, в конце концов. Там же есть таможенная пошлина, да? Там же есть, как-то, образ безопасности. Вот китайцы оградили территорию жестко. Как оградила Северная Корея и Куба, даже не будем рассказывать. Виртуальное пространство, они его прям даже, они его просто сжали, да? И в этом смысле война, конечно же, идет. Война идет информационная, она за мозги. Наверное, это сейчас самый ценный ресурс, но это даже видно по котировкам на бирже. Но если вот в эту плоскость уйти, то воюют всегда за тот ресурс, который самый дорогой. Сейчас это не золото, сейчас это не нефть, сейчас это не газ, сейчас это мозги. Ну и какие прогнозы в этой войне? Ну там тоже все... Ваши прогнозы? Вы вот можете спросить, знаете, как война за... Есть же две типы войны. Там же воюют за разные немножечко, разные поколения, да? Есть поколение программистов, за которые воюют. Ну, мне кажется, что некий баланс установился, да? То есть все, за кого забирали, все уехали, да? То есть все, кто здесь, все работают. Ну, на текущий момент, вы знаете, лет пять назад я разговаривал со многими телевизионщиками, со многими смешниками, они были в панике. Ну, потому что государство не выражало никакой воли, государство никуда не шло. В основном те, кто брал у государства бюджеты на вот это присутствие в СМИ, в интернете, ну, корректно скажем, они их неправильно тратили. Вот хорошее слово, да? Не так. Нет, знаете, вот чтобы не призывать... Глаголы воровать? Не-не-не, ну, куда-то тратили, много причем, да? То есть вот лет пять тратили, а сейчас присутствие наших СМИ, ну, вот, там, тот же пример Russia Today, сколько бы на нее ни тратили, ну, когда на Западе начинают нервничать от ее присутствия, хотя доля у нее не самая большая, то есть она просто есть, да? И в этом плане мы, по крайней мере, я бы так сказал, что мы еще не очертили свои границы, но как-то, хоть, знаете, худо-бедно, мы сказали, что это наша виртуальная территория. Мы там присутствуем, если посмотреть сейчас список сайтов, которые влияют их, ну, в основном это уже будут правогосударственные истории, ну, или, по крайней мере, коммерческие сайты, но с более-менее выдержанной лояльной позицией. Я, кстати, как военный человек, я за то, чтобы государство достаточно жестко оберегало свои границы, виртуальные тоже. Вы знаете, я не военный человек, но вот этот тезис, в общем, не раздевать не могу. Во второй части мы постараемся поговорить о, условно говоря, вопросах культуры, не касаясь политики. Так вот, про культуру. Было задачен, увидев на канале «Культура» в проекте бывшего министра культуры Российской Федерации Шведкова, Гнойного, Славу КПСС. Ну, вы знаете, да? Я даже и «Баттл» посмотрел. То есть вы видели «Оксимирона» с Гнойным, да? Да, я даже нарвался на ту передачу, о которой вы говорите. То есть, как раз включил, «Культура» и вот «Оксиморон». Да. Вообще, у меня в последнее время одно из моих любимых слов – дихотомия. Вот была, по-моему, в 90-х у уральской группы «Чаев» песня, или это «БГ», а мне кажется, все-таки это «Чаев». Что где та молодая шпана, что сметет «БГ», да? Ну, мы ему все приписываем, и знаете, вот именно такой культурный код – это к нему. Да, что сметет нас с лица земли. Вот это та самая шпана, которая совершенно культурный ландшафт, скажем так, российского шоу-бизнеса в ближайшее время поменяет, как вы считаете? Нет. Нет? То есть это субкультура, которая уйдет в нишу обратно в свою? Не то что, вы понимаете, мы либо должны поменять стандарты культуры, да? Ну, понимаете, есть масса примеров, да? Вот мы сейчас сравним, многие смотрят на цифры, которые показывают наши блогеры, да? Экран, лицензированный сними, выдерживает некий баланс, да? То есть, который тоже несут, понятно, можно очень много придать претензии ящику, качество сериалов, качество фильмов, но какую-то культурную составляющую несут, хотя бы русский язык, да? А на той стороне, ну, знаете, как вот, если бы на, не знаю, там, лебединое озеро, а на втором, извините, порнография идет. Ну, что люди будут смотреть? Порнография. Вот сейчас у нас есть история нерегулируемая. И, конечно же, если эта часть придет в телевизор, они, конечно, победят. Но в текущих именно постулатах, как они сейчас есть, они точно доказали, что они могут ругаться матом, что они могут реформовать матом, что они могут говорить на нем, да, и вообще всячески друг друга обижать, да? Но, с другой стороны, это никогда не было большим искусством, честно говоря. Всегда было искусством без мата, да, довести собеседника. Ну, это примерно как книжка, когда вы шутите, да, если вы без смайликов, да, и человек смеется, это одна история. Со смайликами-то любой дурак сможет. Поэтому мое отношение к ним этнографическое, наблюдательное. Меня когда спрашивают про будущее блогеров, я говорю, очень просто. С одной стороны, для телевидения вы же всеядные и аморальные, да? Лица-то лица, но вопрос тех-то мотивов какие? Я уверяю, что они придут и сядут на место Ивана Урганта в свое время, да, на вашего в свое время тоже сядут, и будут вести себя, если смогут, если выдержат, если получат образование, если получат нормальный русский язык, да? Все-таки образование должно быть, да, то есть оно какое-то, если мы про культуру говорим, да? А если культура меняет стандарты, конечно, да, то есть вот раньше культурно было ходить в юбках по щиколотку, потом стало менее юбки, да, это стало нормой, да, и тут мы тоже меняться же должны. Поэтому мне кажется, что на текущий момент это не их партия. То есть они модные, но модные не только по одной, смогли бы ли они в тех ограничениях, в которых мы с вами разговариваем, да, возможно, вот когда меня задали предыдущий вопрос, мне иногда, может быть, хотелось сказать что-то, знаете, вот как любой русский человек, если ему что-то на ногу упало, да, но я же нашел какие-то эвфемизмы, да, то есть как-то заменил, нашел что-то, да, поэтому это интересно, это то, что влияет на современных детей, да, это то, что влияет на современное общество, но я не уверен, что это ворвется в нашу жизнь как вот системно. Переломается, будет что-то другое. Вообще стоит преследовать за ненормативную лексику? Вот я в быту, допустим, употребляю обильно, мне бы не хотелось бы, чтобы, допустим, были ограничения в той же сети, а такие разговоры, как вы знаете, ведутся. Мне кажется, что общество сейчас, все общество в мире, причем, настолько быстро все произошло, мы же когда-то выработали правило, что ругаться матом на улице нехорошо, справлять нужду на улице нехорошо, да, должны быть специально отведены для этого места, да, это же важно. То есть даже действенные по понятию. И я уверен, что в интернете, ну, мы же наблюдаем последние какие-то и предыдущие события, много-много, это идет притирка, да, знаете, вот когда говорят, корабли бортами ходят, да, а сейчас идет притирка, нет правил, и они вырабатываются, но я уверен, что они придут к тому же, что 2000 лет права вырабатывались, что есть общежития, где все должны вести себя примерно, стеклянный дом, нельзя выступать с откровенно, назовем это, антиправославными утверждениями или антисемитскими утверждениями публичными. На самом деле, наверное, дома ты можешь думать все, о чем хочешь, да, но общество — это сожительство людей, у которых разные мнения. И вот этот баланс, который выработали все в мире, СМИ, лицензированные, они же все какие-то по законам работают. Вот интернет, он сейчас такой в дырочке, да, то есть он вырос, он бьется, стучится к нам, но я уверен, что в результате закончится тем, чем заканчивал все эти тысячелетия. Победит корпус права, который римский, но чуть-чуть модифицирован. Все-таки мне кажется, что эти две сферы, допустим, традиционных медиа и сетевая история, они должны жить, мне кажется, по разным законам, потому что должна быть альтернатива всегда, всему. Или вы считаете, что нужно унифицировать? Нельзя на одной территории, вот если есть, вот вы знаете, когда у нас появится виртуальное государство, виртуальное государство, в конце концов, некие признаки уже наблюдаются, да, то есть есть виртуальный товар, не привязанный государством, появляются намеки на деньги виртуальные, да, осталось только границы очертить. Вот если там, там можно все, но нельзя на одной территории, чтобы действовало два типа законов, нельзя здесь с тиражом в 10 миллионов материться, оскорблять и все, 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 просто говорить все, что думаешь, да, и одновременно, когда вы же должны соблюдать какие-то правила, надо либо на одной территории, то есть я говорю про одну территорию, да, надо либо принять ваши правила, либо те правила, двойные правила, вы либо проигрываете в этой конкуренции, безусловно, да, и все равно они побеждают, либо вы выигрываете, тогда вы и побеждаете, но посередине не бывает, не получится, ну просто не получится. А вот кто, мне всегда интересовало, кто, допустим, в российском сегменте вот социальных сетей западных, если мы говорим, ну там про тот же Фейсбук, кто устанавливает эти правила, то есть это роботы или живые люди? Нет, все предельно просто, поймите, вот в социальных сетях, в Фейсбуке, да, там прям вот там все граждане, это же, они подчиняются законам штата Колорадо, да, и поэтому у них там вообще нет таких вопросов, которые у нас с вами возникают, я вас уверяю, да, но когда на территории России в Фейсбуке кто-то ругается, или в Ютубе, это же аборигены ругаются, они граждане Америки, да, то есть страна, с которой никто не сотрудничает, пусть они там ругаются, а наши суды не принимают этих исков, потому что они не очень понимают, а где этот Ютуб, он же не подчиняется решениям нашего законодательства, и то, что мы сейчас с вами обсуждаем, оно невозможно не в Китае, невозможно и в Америке, там и там соблюдаются законы, мы находимся на некой территории, я об этом постоянно говорю, как Бурдианов-осел, но нам надо куда-то пойти, либо направо, либо налево, ну надо, то есть другого нет пути, потому что иначе мы сдохнем, мы на разрыв, мы постоянно на разрыв между Гнойным и Швыдким, ну вот если так по-простому сформулировать, ну серьезно, ну не бывает, они не могут жить вместе, да, либо Гнойный должен пойти постричься, назваться там Иваном Петровым, да, то есть, либо Швыдкою должен надеть в себе вот этот вот, я не знаю, что там, ирокез сделать, да, и туда же ринуться, не бывает, нельзя, понимаете, не получается, фьюжн для страны, для любой страны, это плохо. Хорошо, а как государство должно, я им сейчас про интернет говорю, то есть, вот, я только за себя, я всегда отвечаю, какое счастье, что я отвечаю за интернет, вот какое счастье бесконечное просто. Относиться вот, ну, к таким профессиональным и значительного масштаба троллям, ну вот Милонова часто упоминали. Ведь не только я. Ну понятно, но ведь мне кажется, что это человек с чувством юмора, и это такой своего рода, ну вот, ну, Жириновский, то есть, вот он, он, он как бы профессионально троллит не только интернет-сообщество, но в целом социум. Вы, мне кажется, очень серьезно реагируете на его некоторые вбросы. Ну, я же тоже так же, ну, не троллю, конечно, да, то есть, но есть тема, да, то есть, их много ходит, да, есть тема, которую я не поддерживаю, да, то есть, не участвую, ну, например, там, сейчас у нас идет история, там, Тинькофф и видеоблогеры, да, я свою позицию коротко высказал, но больше никуда не лезу, да, потому что, как мастер и Маргарита, обе вы неправы, да, то есть, там есть куда копать, и в те, в другие стороны. Есть истории, которые по ряду причин меня задевают, я в них участвую. Мне кажется, что, во-первых, мы должны говорить, это очень важно, да, то есть, говорить на русском языке, соблюдая некие правила, да, то есть, ну, дуэли же отменены, поэтому правила должны быть, да, там, нельзя, там, оскорблять собеседника, но если человек залезает на чужую территорию, или высказывается, ну, например, Милонов, когда он высказывается про интернет, мне сплакать хочется, вот реально, мне очень хочется прийти к нему и сказать, не набить ему морду, кстати, да, а сесть, взять его там, смартфончик, посадить, и прочитать ему лекцию, да, то есть, вообще про интернет, про то, как что регулируется. А, к сожалению, часть наших политиков обладает, и это правда, это надо признавать, знаете, поведением в интернете есть такой мем, я девочка, я хочу платье, да, то есть, ты приходишь, говоришь, слушайте, вот это, вот это, вот это, вот это, говорит, не волнует, и этот закон приму, а дальше вы сами его исполняете, как хотите. Есть такие проблемы, и это не только Милонов, много-много разных историй, мы можем сейчас с вами перечислять законодательство, ну, например, приспичило своим законодателям принять закон о блогерах, да, все говорили интернетчики, что не надо этого делать, я даже зарегистрировался в этом реестре, ну, просто было понятно, что это не будет работать, да, причем это, ну, уже видеоблогеры были, просто депутаты про них не знали, надо отдать должное, потому что они, потому что все всегда внезапно происходит, но какому-то депутату досадил, там, я не знаю, там, блогер Антон Борисович Носик покойный, или Тему Леведев, да, и вот давайте регулировать блогеров, и вот, а когда к ним приходишь, говоришь, коллеги, не надо, не потому не надо, надо ли бы какой-то другой закон принимать, да, но вот это не будет работать. Шум, гам на полтора года. Все обвиняют власть в чем угодно, в негодяйстве, да, то есть, ну, когда часто, понимаешь, все же помнят, что, все забыли уже, что, за что, на негодяйстве же помнят, потом все же действительно не работают, там, я записался под номером 7, по-моему, в этот реестр, да, сейчас его закрывают, и вот так происходит регулярно, потому что по отношению к интернету есть одна особенность, которую, вот я пытаюсь как раз с депутатами и вообще с чиновниками донести, если мы все знаем про металлургию уже 200 лет, и накоплен какой-то базовый багаж, да, то есть есть экспертиза, да, то экспертизы у депутатов нет, ну, у нас всех, мы просто попали в этот дивный новый мир, и очень часто, ну, если почитать историю, как принимались законы при Петре Первом, да, вот примерно так же, вот появилась идея, да, а, нормально, давайте рубить бороды, давайте рубить бороды, ну, примерно, поэтому сказать, что Милонов какой-то особенный, ну, там много разных историй, где я тоже что-то говорю, да, но Милонов, ну, и потом я реагирую обычно на то, когда попадает на мою территорию, на интернетовскую, да, я не специалист по православию, я не очень, наверное, специалист в воспитании детей, хотя у меня их некоторое количество, поэтому Кузнецова на своем месте, да, то есть вот есть великолепные Глазиев, которые занимаются экономикой, да, то есть, ну, со своими, естественно, историей, но когда на мою территорию заходят, да, то есть я стараюсь хоть как-то отвечать, ну, реагировать иногда бурно. Ну, про вашу территорию, здесь вот я подумал, что я про свою территорию, знаете, вот такая есть поговорка, кто о чем, а в Шиво и Абани. А я, да. Вот я про телевидение думаю, мне очень... Зачем мы к вам пришли? Нет, нет, я совсем про другого, отлично, что вы к нам пришли, но вот почему от нас уходят, я имею в виду зрители, я к чему говорю, что у этих видеоблогеров часто используется телевизионный контент, более того, они все потребляют этот телевизионный контент, но потребляют его в Ютьюбе, то есть есть масса проектов, в которых в сети смотрят в десятки раз больше людей, чем в эфире. Как-то это можно, условно говоря, монетизировать успех телевизионного проекта, если этот успех случился совершенно на вашей территории? Что нам делать? В принципе, есть перспектива в это? Или мы обречены на то, как контент будет растаскиваться по интернету? Дайте спустимся вниз, и посмотрим на то, как себя адаптировали юмористические сериалы и юмористические истории. Я вас уверяю, неплохо, у них есть большая смотрибельность в телевизоре, есть большая смотрибельность в интернете, и они зарабатывают и там, и там. Это очень похоже на историю с книгами, бумажной книгой, электронной книгой. Вот на сегодня 10% доходов, ну не специально интересовался, но буквально вчера задал вопрос, какой процент доходов у вашего издательства, большое издательство, от электронных книг, ну разного свойства, 10%. За один день рынки не занимаются. Но вот на текущий момент, например, если мы пойдем по линии юмористических передач, я уверен, что структура доходов, условно существенная, есть телевизионная структура доходов, но есть и большая структура доходов в интернете, высокой смотрибельности. Как только мы начнем подниматься, будет хуже, надо дать должное. Но тем не менее, идет завоевание рынка, качественный контент. Посмотрите на видеоблогеров, которых мы так с одной стороны все боимся. Обратите внимание на качество съемки. Там же снимают ваши же коллеги. Вы же, возможно, там даже принимаете участие. Почему? У телевидения есть колоссальный защитный организм, профессиональный контент, тяжелый контент. Его нельзя просто сверстать, на бумажке написать. Если на бумаге интернет победил, пресс, это правда, то даже можно не разговаривать, потому что, ну, какой журналист, взял, написал, хлестко, красиво, его тут же перепостили, расшарили за пять минут. Но люди голосуют за качественную картинку. Это очень важно. Люди голосуют за качественную картинку. Ну, там же картинка все два типажа. Либо это новости, но новости, все-таки вы за них, надеюсь, не боретесь уже, я надеюсь. То есть, все-таки телевизоры, новости, они изначально были не очень совместимы. Сейчас обидно было. Ну, вот, слушайте, ну, вот Челябинский метеорит, через пять минут 600 тысяч человек на сайте. Ну, я про эту часть, я про технологию. Еще раз, я про технологию. Новости, кто угодно. Вот Челябинский метеорит упал, на самом невинном, давайте выберем, да. И люди хотят прямо сейчас узнать, как упал Челябинский метеорит. Прямо сейчас. Телевидение этого не может физически обеспечить, просто в силу хотя бы доставки сигнала. Интернет может. А вот все, что касается качества картинки, это абсолютно защитная история. Вспомните историю блогеров там 100-500. Да, то есть были такие популярные блогеры. Прямо даже было видно, знаете, граничка, и у них появились, знаете, титры бегающие, да. То есть, а это же очень тяжелый процесс, это огромный плац съемки. И люди голосуют. Ну, я бы привел пример там старый, ну, как за счет порно-технологий развивался интернет. И был спор между сжатыми, но большими файлами, либо очень качественными, но коротенькими, да. И люди голосовали всегда за хорошее качество. И здесь та же самая. У вас абсолютно защитная история. Нельзя снять хороший видеоконтент, вот именно хороший видеоконтент, без спецэффектов, без микшера за 30 тысяч долларов, без оператора, без звуковика, без еще что-то, да. А это уже как называется? Это называется продюсерская компания. Или как там, я точно не знаю, как это воспроизводится, да. То есть канал же является просто заказчиком истории у кого-то, да. То есть, ну, и когда сам что-то делает, ну, когда-то сам что-то делает. И они уже становятся, они уже практически институализировались. Даже, по сути, Оксимарон на телеканале культуры, это уже легализация, да. Он уже не матерился. Значит, ему надо. Оксимарон был прямой. То есть, не шансов были. Нет, 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 не было шансов, я вас уверяю, не было шансов. Потому что он уже захотел играть в эту игру. Они все, дело в том, что нельзя. Вот пока на текущий момент есть шикарный сдерживающий механизм. Деньги, да, которые регулируются истории. Инвесторы не хотят деньги давать андеграунду, а хотят деньги давать классики. А классика это что? Это шикарная картинка, это прекрасное цветоотделение, это великолепные современные камеры, это 3D-эффекты. То есть сама по себе стоимость входа в этот рынок, она колоссальна, да. Смонтировать историю, смонтировать просто нормальный эфир, да, это же переписывание, это должны быть микшерные пульты, я уже не знаю, что там должны быть микшерные столы какие-то. То есть это нельзя сделать в частном лице. А как только у вас система, все, вы встроились. Я понимаю, что это грустно звучит, возможно, для тех, кто там ломает устоя, но никогда. Даже вот, извиняюсь, я сейчас употреблю слова, которые вот просто у вас возможно. Там Марьяна Ро, там Иван Гай, Саша Спилберг, например, не к ночи, да. Вы посмотрите на их сюжеты, там прекрасно работает оператор, это всегда деньги. Как только деньги, там всегда порядок. Вот как только появляются деньги, да, юридическое лицо, это сразу претензии, это сразу, ну, это бизнес. А бизнес, знаете ли, он старается очень сильно играть по правилам. Поэтому я думаю, что в этом смысле телевидение основная задача наращивать качественный контент, да, идти в интернет, да, бороться с пиратами. Вот, но разный способ борьбы есть. Есть борьба, когда договариваются просто, а есть борьба, когда пытаются уничтожить. Уничтожить сложно, договориться легче. Но это вопрос уже вкуса. Там разные, там, вот кого я знаю, коллеги по-разному борются. Вам знаком, конечно, термин «диванные войска». То есть имеются люди, которые в соцсетях, не вставая с дивана, ведут войска. Ну, кстати, как ни смешно, в рамках нашей информационной терминологии, да, надо бы их признать и звездочке дать, в конце концов. Вот, и я к этому, мне кажется, что, в принципе, изначально этот термин представляет такое уничижительное отношение, что вот как бы люди думают, что они воюют на самом деле. Но ведь эффект же, мы наблюдаем, мы же говорили с вами о том, что сейчас главное – это мозги, и борьба за мозги, она ведется ведь на диванах. А термин же появился в начале украинского конфликта, если память не заменяет. Да? А то есть это прям свежий-свежий такой? Ну, такой свежий. Может быть, он раньше был, но именно популярность приобрел. И мне кажется, он был связан с тем, что, когда пошли боевые действия, начались рассуждения, вот как летают самолеты, да, то есть, и нет ничего занять не наблюдать профессионалам за тем, как на профессиональной теме спорят те, кто… Ну, во-первых, самые страсти кипящие обычно между теми, кто не понимает ничего, да, то есть вот. То есть, более того, если мы видим большой хайп, извините за терминологию, значит, что люди, которые спорят, точно ничего не понимают. Не хочу ни на кого не намекать наверху, там, вот когда, ну, вот, 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 когда тема, вот, там, криптовалюты обсуждается… А вы намекнули. Я же дико на это смотрю, на наш центральный банк, на все вот эти истории, то есть, ну, это значит, что люди не очень понимают в сути, да, то есть, вот. Ну, потому что вы же не понимаете, как устроен самолет, вы не понимаете, как он летит, вы не понимаете, как работают С-300, С-400, да, вы этого никогда не видели, рассуждайте. Всегда, кстати, профессионалам всегда очень обидно, когда сверху приходит журналист, да, и поверхностно весьма рассказывает, но к телевидению привыкли, потому что, по большому счету, в некотором смысле, вы тоже диванные войска. Я тоже отчасти диванные войска, ну, потому что я же поставлю, как интернет-ресурсы, да, просто было очень неожиданно из блогеров увидеть диванные войска. Вы прошли длинный путь, вы прошли там где-то, вот, изрели, получили право, чтобы с вами хотя бы разговаривали профессионалы, да, у меня был опыт работы в атомной энергетике, пока я на ядерном реакторе с ними в преференции не сыграл, они вообще со мной не разговаривали, надо дать должное, да, ну, потому что, ну, кто я такой, приехал из Москвы, работал тогда в крупном банке, какое-то кредитование, они вообще нас так смотрели, тоже были для них свои, то есть, это такое, знаете, дедовщина легкая, да, то есть диванные войска, это оттуда пошел термин, ну, прижился. Спасибо вам за эту беседу, я, честно говоря, оптимистом себя назвать не могу, но дозу вот этого самого оптимизма я от вас получил. Как смог. Спасибо за это.